Почему нужно защищать достопримечательность бывшую гостиницу Сибирь? Именно Сибирь, кстати говоря, именно гостиницу Сибирь. Я бы вообще вопрос шире поставил, почему вообще надо сохранять историю? Вот в этом контексте. Именно поэтому. Дело в том, что для меня гостиница Сибирь, она одна из составляющих всей нашей истории. Если речь именно об этом здании, вы знаете, честно говоря, я бы даже не стал выделять, потому что я хочу, чтобы вопрос решался именно стратегически, а не точечно. Почему надо защищать историю? Вопрос стоит. Но это настолько абсурдный, казалось бы, для нормального человека вопрос, почему нужно защищать историю от уничтожения. Но, наверное, очень многим сегодня капиталистам у власти, у которых, в общем-то, арифмометр в голове, и у них полностью отсутствует как бы вот это чувство Родины, патриотизма, эстетики. Я так это вижу. Я вижу, потому что застраивается, что делается, как это все уничтожается. Я понимаю, что там другие мозги совсем. Там другие мозги, чем у нас. И, видимо, к тем людям мы не пробьемся. Вы говорите, вот нас, может быть, услышат, не услышат. Но мне кажется, мы к тем людям не пробьемся вот этими нашими призывами там вот о красоте, об истории. У них просто как бы отсутствует вот эта вот часть в головном мозге. Поэтому к ним, наверное, надо все-таки обращаться чисто уже экономическими такими аргументами. Мы же знаем, что сейчас у власти те люди, которые торгуют. Не которые создают, а те, которые торгуют. И им, конечно, наплевать вообще на все, что находится в центре города, потому что их главная цель – сломать и построить по-быстрому свое. И вот тут возникает такой вот очень важный для меня вопрос, который я пока ответа не вижу. Я знаю, что так, наверное, оно и есть, но у меня нет доказательств. Просто сегодня, в сегодняшней системе строительства и застройки города вообще главенствует принцип выгоды сломать и выгоды построить. Им выгодно ломать, им чисто экономически выгодно сломать все, что угодно, потому что они на этом элементарно зарабатывают деньги. Вот ездит бульдозер, и фирма зарабатывает деньги на том, что она ломает. И потом эта же фирма строит, и она снова зарабатывает на этом деньги. Вот этот кругооборот денег у алчных людей, которые занимаются, им надо... А почему именно в центре нужна территория? Ну, потому что, если опять же говорить, намоленные, наверное, на них это не действует. В центре все коммуникации уже собраны, центры отработаны. Им гораздо... Им, конечно, невыгодно опять же строить на окраине города, им выгодно захватить центр города и здесь его осваивать. Что касается непосредственно гостиницы Сибири, всех других зданий и всей истории, то тут... Ну, как еще можно аргументировать? Вы знаете, за многие годы города занимали враги. Брали крепости, сжигали, выжигали, ломали. Ну, вот в Европе, там, например, во время Второй мировой войны было уничтожено очень много врагов, потому что были бомбардировки. Враги захватывали города. Иркутск за последние 30 лет, я думаю, потерял с точки зрения материальной культуры, ну, примерно столько же, сколько потеряли многие европейские города. То есть, конкретные враги уничтожают город. Все, ну, как... Что касается Сибири, ну, это памятник архитектуры, безусловный памятник архитектуры. Очень трудно рассказывать об истории архитектуры тем, кто в этом вообще не разбирается. Я так думаю, что те, кто этим занимается, вот, ломает и строит, они очень далеки вообще, как бы, вот от тех наших гуманитарных вопросов. И я не знаю, я к ним бы обращался уже как-то иначе. Не на уровне, там, красоты, эстетики, а хотя бы так, что... Ребята, вы поймите, наконец, вот ваша задача, как можно больше содрать денег. С нас, с иностранцев, с интуристов, вам нужен хайп. Это очевидно. Это вот те, кто сейчас занимается иркутским градостроительством, а я это называю иркутским градоубийством. Вот, это градоубийцы, а не градостроители. Вот, ребята, вам нужен ажиотаж, вам нужно, чтобы ходили люди, чтобы вам платили в баксах, там, в деньгах, в долларах. Так вы учтите, что иностранцы едут в Иркутск смотреть вот на такие дома, вот на такие дома. Они не едут смотреть на ваши новостройки. И если вы хотите, ну, хоть вперед, на немножко думать, там, на два года вперед, вы поймите, что сейчас вы, конечно, отхватите очередные свои деньги с того, что вы снесете этот дом, отхватите немножечко денег с того, что вы построите какую-то коробку новую, но потом она не будет у вас окупаться. Во что? Окупаются вот эти вот огромные здания? Я сомневаюсь, потому что иностранцев, они абсолютно не нужны. Те, с кого вы хотите брать деньги, те, с кого вы кормитесь, и мы в том числе, нам те здания не нужны. Мы ходим и смотрим вот на эти дома, мы смотрим вот на этот дом, а на ваш дом мы смотреть не будем, мы будем на него плеваться. Честное слово, как мы плюемся на всю современную иркутскую архитектуру. Но с точки зрения архитектуры это здание уникальное? Продолжение следует...